Собственно, захвату Прибалтики. Наносится массированный российский радиоэлектронный удар, включаются все средства радиоэлектронного подавления западного военного округа, Балтийского флота. Радары натовские слепнут, ничего не видят. В это время на территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты, которые доставили туда зенитные ракетные системы С-400 и одновременно береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Они там развертываются, в это время никто ничего еще пока не видит и не знает. Запад гадает, почему мы не видим, что с нашими радарами. Одновременно Сувалковский коридор, вот он. Вот он, прекрасный, да. Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от прибалтийских стран. В это же самое время в Таллине, в Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди, которых радостно приветствует местное население. А которые не приветствуют, оно просто попряталось и закрылось в квартирах. Одновременно с территории Западного военного округа входят контингенты в Эстонию, в Латвию, в Литву. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления и изумленные Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд. Все Балтийское море находится под прицелом российских бастионов, которые там же развернуты.